Помните эти строки из песни Аллы Борисовны? «Всё могут короли, всё могут короли, И судьбы всей земли вершат они порой». Но что ни говори, жениться по любви Не может ни один, ни один король. Царь-освободитель Александр II Пошёл наперекор этой прописной истине И, как итог, получил море негодования От ближайшего окружения, В том числе и от сына цесаревича Александра. Но это было позже. А сначала самодержица, которым пойдёт речь, Женился в первый раз на Марии Александровне, Немецкой принцессе. Здесь всё было в традициях дома Романовых. А вот второй раз царь уже повёл под венец Екатерину Долгорукову, Получившую титул княгини Юрьевской. История отношений Александра и Екатерины Весьма любопытна. Если коротко характеризовать жизнь императора, То это можно сделать двумя словами. Интрижки и покушения. Александр интересовался женщинами, А из-за своей политики был неугоден разного рода радикалам. Император пережил пять покушений, Шестое было успешным. Число Романов считать не будем, Тем более, что некоторые из них имели место по слухам. А вот про Екатерину Долгорукову стоит рассказать. Кажется, её и Александра вместе свела судьба. По крайней мере, этих людей она так часто сводила вместе, Что в итоге завязался роман. Однажды после манёвров, Посвященной очередной годовщине Полтавского сражения, Александр заночевал у князя Долгорукова. Там он впервые увидел Екатерину. Девочке было одиннадцать, А царю сорок один год. Тридцать лет разница в возрасте. В тот момент было странно представить, Что Екатерина станет невенчанной на царство царицы. Позже случилось так, Что князь Долгоруков начал испытывать финансовые трудности. Александр, помня добро, Устроил четырёх сыновей князя в военное училище, А двух дочерей в Смольный институт, В том числе Екатерину. Казалось бы, на этом всё, Но нет. Однажды император и Долгорукова встретились ещё. Пообщались, Их не встречи, а, наверное, свидания, Стали регулярными. Об этом в окружении царя быстро прознали. Пошли слухи. Родственники Екатерины, Чтобы ничего не вышло, Отправили её во Францию. Но Александр начал ездить в эту страну. Отдельная тема – Переписка между влюблёнными. Она была очень откровенной. Причём с обеих сторон. Александр писал, Что ждёт и не дождётся, Когда увидит прелести Екатерины, Жемчужину в раковине. Дополнял текст откровенными рисунками. Мария Александровна, Законная супруга царя, Сильно болела. А Александр назначил Екатерину Долгорукову фрейлиной. Вышла удивительная история. На первом этаже дворца Жила Мария Александровна. На втором были покои Любовницы императора. В 1880 году Первая жена царя ушла из жизни. Александра держал траур 40 дней. После этого Повёл Екатерину к алтарю. Большинство относилось к этому браку отрицательно. За Екатериной закрепилась слава бесстыжей царицы. Так её назвали при дворе шёпотом в кулуалах. Но почему ей дали такое обидное для порядочной женщины прозвище? Я объясню свои мысли в конце. В общем, Александр никого не слушал и всецело отдался своей страсти. Похоже, он по-настоящему любил 32-летнюю красавицу. Четверо детей, родившиеся ранее, были узаконены задним числом. Счастье в браке было недолгим. До Александра совершили удачное покушение. Екатерина, на тот момент уже княгиня Юрьевская, оплакивала мужа. В гроб ему она положила прядь своих волос. Александр Третий, наследник престола, не сильно жаловал мачеху. Вот уж кто действительно был семейнил. Но волю отца нового императора исполнил. Он подарил Екатерине дворец. Впрочем, женщина решила, что ей не стоит жить в России. Она взяла детей и уехала в Ниццу, иногда на время возвращаясь на родину. Теперь почему же Екатерину Долгорукову считали самой бесстыжей царицей? Во-первых, потому что она, прекрасно зная, что Александр женат, а иначе и быть не могло, позволила себе иметь с ним очень близкую связь. Одно время она даже жила в том же дворце, что и законная супруга, и вообще была ее фрейлиной. Во-вторых, между царем и Долгоруковой имела место очень откровенная переписка. О ней, конечно, мало кто знал, но догадывались, конечно, многие. В результате чего поползли неприятные и компрометирующие Екатерину слухи. Это сейчас письма опубликованы. Прочитать некоторые из них вы можете на сайте аукционного дома-кабинет. Ну и подытожив свой рассказ, хочу сказать, что у меня такое поведение самодержца симпатии не вызывает. Но не имеет он на это права. Лидер страны должен быть примером для своих подданных или граждан своего государства. А вы как думаете? Напишите в комментариях свое мнение. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok